Дорогие друзья, за операторским пультом Владимир Гольштейн. И сейчас мы начинаем программу «Радиоблог» с Игорем Цесарским. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, холодно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня знаменательный день, почему мы сегодня с моим собеседником скажем, почему он знаменательный. А для начала я хочу напомнить о том, что с недавних пор открыт на ютубе ТВ-клуб «Континент». Если вы по-русски так наберете, то вы туда и попадете, и вы сможете встретиться с некоторыми из любимых ведущих, где мы также обсуждаем какие-то текущие проблемы, но не с ковыном формате, чем здесь в «Радиоблоге». Там вы не можете поучаствовать в разговоре. А здесь, во второй половине нашей программы, как всегда, пожалуйста, можете набирать телефон и спрашивать. Ну, а сегодняшнего собеседника я с удовольствием представлю, моего старого доброго друга из Нью-Йорка. Юрий Дашевский – это сценарист, переводчик, участник многочисленных радио-ТВ-шоу Юрий Дашевский. Добрый вечер, добрый вечер. И рад тебя видеть. Да, взаимно. Юра, ну я не случайно сказал. Рад быть с тобой на одном континенте. Рад быть с тобой на одном континенте. Рад быть с тобой на одном континенте. Взаимно. Я, как ты слышал, сказал, что день знаменательный сегодня. В смысле знаменательности он начался еще вчера, когда стало известно о том, что такие, ну я не могу сказать долголетние, но немалые потуги двух с лишних лет специального прокурора Мюллера, которые, наконец, подошли к концу. Иногда казалось, что это не кончится никогда. И вот гора родила мышь. Мышь в виде вот этих четырех страниц. И вот я хотел бы, во-первых, узнать, каково твое впечатление от случившегося. И не только впечатление, а как ты думаешь, что за этим последует вот теперь, когда выяснилось, что Трамп в принципе виноват. Я готовился к понедельнику, потому что ты выходишь в мир, ты видишь людей. Я выбрал хороший яркий галстук, чтобы пойти в присутствие. Одел лучший пиджак. И я решил, я буду смотреть на людей, которые тоже оделись так с яркими какими-то элементами в одежде. Потому что когда голосовали за Трампа, было сказано, оденьте что-нибудь красное. И я намотал на шею красную вещь. Не скажу, что это была за вещь. В общем, не детские колготки. Но вполне очевидная такая вещь. И много людей друг с другом переглядывались. Я думал, будет что-то похожее. Было пару людей, которые одели тоже яркие галстуки такие. Но в Нью-Йорке, как я думал, в Иллинойсе, в Висконсине и по всей Америке это специфика есть определенная. В больших городах, во всяком случае, у нас большинство людей против Трампа. И как мы вот обменивались с Игорем до начала передачи, как бы рассказывают друг другу, мы дышали вокруг. Вплоть до того, что люди говорят, я отдам 10 лет жизни, чтобы Трампа не стало. И это люди, приехавшие из больших СССР, к сожалению, такие вот, дошли до такой ручки. Но я вообще сторонник того, чтобы трезво относиться к происходящему в мире в целом, в Америке в частности, и конкретно в Нью-Йорке или в Минд-Вест. И давайте посмотрим на чашу весов. Мы имеем примерно три года, наверное, считаю, что это началось до выборов. В расследовании Дональда Трампа и его кампании. В результате, как мы узнали из этих четырех страничек, и это как бы, ну, 1-16 этого документа, наверное, посвящена перечню того, что, знаете, я без цифр не смогу вам это рассказать, 19 адвокатов высокого калибра. Многие из них богатые люди, прожертвовавшие деньги на кампанию Хиллари Клинтон, и в целом демократов. 19 адвокатов с помощью 40 агентов ФБР. Аналитиков разведки, специалистов по фанцик аккаунтинг, это те, кто смотрит на бухгалтерские документы и выясняет, что там было 20 лет назад нам ухлёвано, то есть у них есть глаз и по истории, и по бухгалтерии, и по политике, они знают, и другие профессиональные сотрудники. Было выслано примерно 2800 повесток и по явке в суд. 500 обысков они произвели, 500 обысков за это время. Получается, примерно раз в два дня они шли кого-то обыскивали. Ну, как они сами признаются, может, это были такие какие-то отмазочные поиски, но то, что они говорят. Что ещё было? 230 было приказов, было удовлетворено по поводу запроса телефонных разговоров, таких вот скайпов, как наш с тобой, и прочих вещей, переписки по фейсбукам и так далее, имейлах. 50 приказов по изысканию каких-то регистров, это я не очень знаю, что это такое, и 13 заявок о заграничном государстве, о иностранном государстве было сделано в поисках доказательств, и было взято интервью у 500 свидетелей. Такие достаточно круглые цифры. Я думаю, что они всё-таки не были такими круглыми, но вот это то, что одной часть и туда ещё можно назвать такую мелочь, которая называется 25 миллионов долларов, а некоторые говорят, что 35 миллионов долларов. Вот с другой стороны мы имеем Дональда Джона Трампа, президент Союза и нас. Вот баланс. Вот один человек и мы, которые с первого дня не верили ни одному слову из всей этой, мягко говоря, чепухи, мы оказались правы. Но в целом я позволю себе такой медийный обзор, потому что я, в общем, такой пиявка человек, который присосался к американской мидии, изредка к российской качественной мидии, и, в общем, у меня, конечно, очень пристрастная точка зрения на этот счёт, но большая, как бы, сильные голоса в американской мидии. Они говорят о том, что нельзя это дело отпускать и радоваться преждевременно, потому что команда Маллера оставила такую лазейку. Они сказали, что они не могут полностью снять обвинение с президентом, потому что он мешал совершить правосудие. Но, вы понимаете, можно мешать, решать правосудие и имеет место тогда, когда имеет место то, что подсудно, то бишь преступление. Если не найдено преступление, значит, любая твоя оговорка, я этого не сделал, если ты это говоришь, забравшись на коробку, там, из-под телевизора, то это значит, что ты мешаешь совершению правосудия. Ты потенциально среди твоих слушателей может оказаться членом присяжных, на мнение которого ты повлияешь, когда он будет тебя судить. Ну, это, конечно, такой абсурдный немножко аргумент. Но есть античный принцип, которым меня разбудил мой друг из Англии, очень образованный человек, и он мне сказал, что, когда я высказался на Фейсбуке по поводу отсутствия вот этого... То есть наличие вот этой вот ниточки, по которой можно дальше дергать нервную систему как бы нации, будоражить. Он сказал, что есть античный принцип такой, что отсутствие свидетельства не есть свидетельство отсутствия. То есть если ты не нашел доказательства, это значит, что его не существует, грубо говоря. Ну, и у нас дружески такая дискуссия с ним приятно поговорить, он образованный человек. Я говорю, что это в принципе в упрощенной форме это... Покажите мне человека, я найду его и я покажу вам преступника. Это в принципе та же самая история. Поэтому, когда мы прибегаем к помощи суда, когда мы прибегаем к помощи юридических каких-то инструментов, то там нет... Да или нет? Там есть понятие beyond reasonable doubt. То есть если человека не смогли обвинить сверх как бы разумного предела невинности, вот он показал себя очевидно преступным, очевидно совершившим это преступление, вот только тогда его можно судить, и тогда можно его действия интерпретировать как препятствие совершения правосудия. А когда ты оправдываешься, а тебе чьют дело, выражаясь русским языком, это не есть препятствие совершения правосудия, потому что нет преступления, как его не было с первой минуты, когда вся эта чепуха началась. Вот такое длинное преступление, ну в общем, это как бы... Юра, как написал в своем недавнем, вот последней своей статье наш друг Гарри Гиндер, то если человек не летал в Прагу, то он не летал. Ну то есть если не был поин в Праге, то он не был там просто. Ну вот, понимаешь, можно сколько угодно говорить о том, с кем он там встречался, но он там не был. А еще хотелось... Извини. Ну весь мир узнал такое понятие коллужин, то есть даже, даже по-моему уже и в русском языке скоро слово сговор уйдет и будет вот это знаменитое словечко. Я думаю, и на китайском от его повторяют и как угодно. Ну и есть что-то китайское такое, мандаринистое. Так вот смотри. Но вы понимаете, послушай тебя, Игорь. Да, да, да. Вот этот вопрос очередной. Вот те, что... Что касается... Американские дела непропорционально большое место занимают в делах остального мира. Просто гигантское. И Америка не очень удачная. Я считаю, Крэва пытается интересоваться делами других стран. И люди в основном реагируют. Ну вот новозеландская история ужасная стрельба, например, которая там имела место в мечети. Подобные вещи происходили у нас тоже. Америка была примером подобного рода, к сожалению, явлений, событий. Но последствия в Новой Зеландии маленькая страна. Тут же конфисковать у всех оружие. Все рады это оружие сдать. И интересен следующий шаг. Я не знаю, слышал ли ты о Джордане Питерсоне? Джордан Питерсон замечательный канадский профессор экологии. книг, и он стал миром последних лет, как ни странно, мужской молодежи Запада. Молодые мужчины очень с большим удовольствием читают его книги, он стал автором бестселлеров, и он пишет в них о суровой правде истории, пишет о том, что не надо ждать милости от природы, всякие такие вещи, которые американским детям нам с тобой их на полные уши. Свои мужики или кто, в таком духе он высказывается, но с точки зрения знания истории, знания психологии, вообще его можно посмотреть на YouTube, он очень интересный. Так взяли, запретили его книги, в которых он как раз рассказывает об истории подобных массовых расстрелов, и говорит, почему этого не нужно делать. Он никогда не был, но его обвинили в том, что он белый расист. Он говорит об истории западного мира, какие уроки из этого надо извлечь, и теперь он запрещенный автор. Ну, я как бы сказал, что больше нам останется его книжек, так что. Но вот такая история происходит в мире, к сожалению. Мы помним, что мы из той страны приехали, где все, что попадало под запрет, становилось, наоборот, самым читаемым элементом. Я думаю, человеческая психология здесь одинаковая, запретный плод всегда будет сладок и так далее. Ну вот, возвращаясь все-таки к этим четырем страницам и к этому пресловутому коллужен, смотри, интересная тут штука получается. Не кажется ли тебе, что господин Мюллер попадет под обстрел, и что вопреки всякой логике, всякому, то есть здравому смыслу, его начнут обвинять в том, что он изначально опять же сговорился, опять же у него был этот самый коллужен с Трампом, и вот это все он разыгрывал комедию, то есть осваивал деньги выделенные, может быть, даже тихоря трансмиссию и да, и при этом для отмазки нанял вот этих и так далее, и так далее, то есть зная логику нашей левой братья, не кажется ли тебе, что сейчас начнутся сплошь выдвигаться такие теории, после которых в общем-то, но я не знаю, кое-кого надо будет, как у нас в Ташкенте говорили, везти по пятому трамваю, но это означало в Америке называется байполог, ты разом пляшут, разом скачут, разом плачут, то есть это такой вариант, который очень популярен среди демократической части населения, демократской части, у нас все как бы демократы в Америке, но есть демократская партия, есть республиканская партия, но мы через власть народа, и это, конечно, уже непоправимо, уже царя не будет в Америке, путного, доброго царя не будет, но ты понимаешь, они уже не привыкли к демократам, у них был Коми, который был замечательный, отмазавший Клинтон, от всех обвинений, про сервер и так далее, и так далее, все это клоунады, мы ее помним очень хорошо, в 15-16 году, и потом он вдруг стал плохой, какой он стал плохой, когда он начал расследование заново, или сказал, что надо начать расследование заново, его возненавидели хуже, чем Трампа, на минуточку, ну на время, ну на время, а потом, когда он сказал, что он так боялся Трампа, что он прятался за занавеской, там сливался, в синем костюме, за синей занавеской, со своим двухметровым ростом, они, да, они сказали, что вот, да, это наш парень, он нам нужен, давай залезай в нашу телегу, мы поедем с тобой, будем там весело, там где-нибудь, понимаешь, это же в общем абсурдная ситуация, когда люди, ну, экономические идеи, они параноидальные, когда к тебе говорят, что потратим 100 триллионов долларов, 100 триллионов долларов, и всем будет хорошо, и никто не должен будет работать, и ты не должен будешь работать, а что ты будешь делать, вопрос, ты будешь получать 1000 долларов в месяц, тебе плохо будет, ниоткуда, у тебя будет какая-то там ячейка в этом самом, в этом самом, выдвижном шкафчике, будешь в ней спать, и все будет, даже не думай об этом, и большой брат будет следить за каждым, такую ахинею, человека поймали, который из Гватемалы, двигался в Америку, его спасли из речки, из Рио-Гранде, американские пограничники, у него не было ног, он без ног шел в Америку, вы хотите закрыть, он двигался в Америку, видео есть, можно посмотреть, вы хотите закрыть страну, испортить страну, которая, маяк вообще, всего хорошего, страну, которая была построена с помощью капитализма, как вы можете говорить о том, что капитализм это плохо, когда капитализм себе нажил, как грыжу нажил этот социализм, от большой работы, есть только два пути в жизни, для работающего человека, или быть богатым, или работать на того, кто богат, ты хочешь работать на бедного, хочешь, чтобы твои дети работали на бедных, они будут беднее бедных, как? Ну, ясно, человек работает в благотворительном фонде, он не получает 5 долларов в чат, он делает добро для бедных людей, но, мы знаем о заплатах директоров благотворительных организаций, они не маленькие, они не маленькие, конкурентоспособные, поэтому здесь иллюзии просто, очень вредные иллюзии, которые они будут насадить в голову нашим детям, в головах наших детей, у меня один ребенок, в таком случае, ну, есть племянница, в таком случае, это ужасно, потому что это раскол, и я, в общем, проснулся, опять же, сидя с мыслью, как человек такой, интересующийся судьбой общества, и, в общем, я стал думать о том, что вот наступит, можно ли примирение, вот, как бы, все сказали, нет этого конлюжена чертова, нет, уехал, все, будет его сегодня, и что теперь, вот все демократы придут, ну, или не все, ну, хотя бы 10 человек мне скажут, ты знаешь, я был неправ, оказывается, все, вот наука установлена, что жизнь на Марсе не имеет места быть, никто, конечно, не все, все только с большей яростью, Рошли, замечательный американский мыслитель, ведущий, он сегодня сказал, если бы я два года, вот 20 года, я бы вам говорил всем, что я вам гарантирую, Хиллари Клинтон преступница, и она будет в тюрьме, и она украла Тони, и она украла Урань, и она украла там, черта что, черта в ступе, какие-то деньги немыслимые брала, и она будет сидеть в тюрьме, сто процентов, ее выведут на ручниках, из Чапакуа, Нью-Йорк, ее дома, возьмите мое слово, как бы вот, лечить его в банк, и в конце это произошло бы, что вы выпустили, четыре бумажки сказали бы, она ни в чем не виновна, ну вот, компания, мой бизнес кончился, 35 лет, занимается, я бы ни один человек, не верил бы никогда больше, не даду мне коммертики, все рекламодатели бы ушли, я выглядел бы, как страшный преступник, врать, два с половиной года, говорили, что Трамп преступник, то он этот самый, развратник, что он спион, что он на содержании, что его компания, это проститутки и воры, и так далее, и так далее, и в конце выпустили бумажку, что ничего этого нет, ты посмотри, какая неадекватность, вместо радостных салютов, что президент оказался не предателем Родины, мягко говоря, то есть он никаких там не имел с Путиным договоренностей, о чем вы кричали с каждого утюга, но этого нет, люди, ну так скажите, ура, кто ошибался, придите, придите туда, где вы кричали, шумели о том, что это так, и скажите тихо, ну вот ошибка, ошибка, может быть кто-то из тех, кто поклонник Трампа, враг Трампа, не любитель Трампа, нельзя говорить, враг, ну в общем, человек, который его не любит, ну что он позвонит во второй половине программы и объяснит, на что он его не любит, потому что, как бы, ну мы не можем принять аргумент, что мы не любим человека, только потому, что его фамилия Дашевский, например, или Иванов, или Артур Ахманов, должен быть еще какой-то фактор, за что мы его не любим. Это мы несколько раз говорили, да не несколько раз, много раз, когда мы критиковали, почем свет в этих же эфирах Обаму, мы мотивировали это отнюдь не его происхождением, цветом кожи и так далее, а теми поступками, которые он совершал, то и политикой и так далее, вот мне бы тоже хотелось это услышать, пока мы уйдем на небольшой перерыве, послушаем очень важное объявление, а потом, пожалуйста, звоните в эфир, спрашивайте в спорте. Дорогие друзья, мы продолжаем радиоблог с Игорем Цесарским, напоминаю, что можно звонить к нам в прямой эфир по телефону 847-400-5200, еще раз здравствуйте, Игорь и Юрий, и у нас уже есть звонки. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Про Берни Сандроса вообще не стоит говорить, потому что это из ума выживший старик. Это полный идиот. Но я хочу вам сказать, что, ну, мэтр, вот, что какой Трамп есть, может быть, он что-то у него не то, он не умеет говорить, он это, это, ну, вы знаете, что, почему все сейчас происходит в нашей стране среди демократов? Потому что его боятся. Потому что ни один президент за последних 20 лет дал слово и выполнил, не было такого. А вот этот президент делает, и я его за это уважаю. I don't care, с кем он спит, и что он ест. Он держит свое слово. И вот эти демократы, и некоторые республиканцы, они просто боятся, потому они стараются его убрать, поставить своего недоумка и уничтожить эту страну. А что им? У них миллионы, миллиарды. Они уезжают, они устроятся, они себе сделают новую Америку. А что будет с нами? Им все без разницы. Поэтому я поддерживаю Трампа на 200%, а не на 100%. И я не люблю, когда о нем говорят плохо. Во-первых, он президент. Во-вторых, наш любимчик Обама, а не стоит его подметки. Молодец. Это мое мнение. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам за него. Я хочу сказать только одну вещь. Трамп еще и стал возможен, потому что то, что мы называем элитой, во всем мире практически перестало существовать. Кто виноват? Слабый монархизм, сильный социализм. Но элита во многом перестала существовать. То есть интеллектуальные элиты, писатели, фильмы, которые говорят, иди посмотри этот фильм, там такие важные вещи рассказывают. Вот ты будешь совсем другим человеком, он изменит твое мировоззрение. Практически это все ушло. Литература, писатели перестали быть писателями такого масштаба. Идеи ушли эти из рынка. То есть, если книга, это не продается, как ты узнаешь, что есть такой писатель? У нас еще есть звонки, давай попробуем послушать еще. Слушаем вас, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Ну, во-первых, хотелось бы, конечно, вас, господин Дашковский, слушать здесь как можно чаще. Потому что, конечно, очень даже впечатляет ваш анализ. Теперь я бы хотела сказать, вы бы призвали позвонить антитрамписта. Ну, слава богу, я, естественно, не антитрампист, но я из тех, которые старались общаться не с себе подобными, а именно с этими антитрампистами и с теми, кто поддерживает демократическую партию. Для того, чтобы найти хоть какую-то зацепку, кроме шкурного интереса, коррупции и так далее. Чтобы они хотя бы какими-то фактами подтвердили, что это хорошо, когда демократы приходят к власти. Не нашла я таких совсем. Так вот, что я выяснила в конечном счете. Вот сегодня я общалась с male person и в полной уверенности, что она так же счастлива, как и я, что Трамп наконец-то вышел из-под этого следствия. А она говорит, он антиюнионист. Нет, я его не люблю. Понимаете, все это все равно шкурные интересы. То есть социализм в полном объеме. Когда тебе обещают, но здесь еще и действительно, они специально дают привилегии тем, которых они превращают в рабов. Своих рабов, которые за них всегда голосуют, потому что они имеют то, на что они не имеют права на самом деле. А верхушка элитная, безусловно, она вся коррумпированная, и она замазана в таких преступлениях, что им невозможно разорвать этот круг, потому что если они начнут сдавать их, это будет так же, как в мафии. Поэтому они все друг друга держатся, поэтому я надеюсь, что все будет, так сказать, Трамп, наконец, размотает весь этот круг, и те, которые должны сидеть в тюрьме, будут сидеть в тюрьме. А почему они его ненавидят? Вот я вам сейчас просто процитирую одну цитату. Если где-то появляется действительно великий человек, его сразу можно узнать, ибо дураки всего света мгновенно объединяются против него. Сказал это Свифт 350 лет назад. Что мы имеем? Спасибо вам за звонок. Свифт великий писатель, но, к сожалению, его цитаты, они могут быть использованы во всех направлениях, они настолько сильно действующие. Я совершенно с вами согласен во многом с того, что вы сказали, и, конечно, Трамп это просто кость в горле элиты, и консервативный, и либеральный. Он человек, который пришел из бизнеса. Я совершенно очарован тем, как он быстро, как знающий механик, он начал чинить машину американского капитализма. Он знает былиовые точки, он знает, что мешает, он знает, что способствует. Он смог объяснить себя. Это не так просто. Мы боремся с Игорем, тоже пытаемся себя объяснить, пытаемся дать свою картину мира людям. Это слой, это всегда работа, но наш риск минимален. Его риск гигантский, он пошел, он рискнул своим состоянием, именем своей семьи, которые тут же стали сквозь волочить по всем помойкам, таскать его имя. И он, да, он экстраординарный человек, и я, ну, я не сотворяю себе кумира, знаете, вот, пол Маккартни, и, наверное, на этом вот конец. Это хорошо. Вот. Но, 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 Трамп просто, он человек, видимо, из той масти, которая управляла когда-то Францией, управляла когда-то Германией, управляла Англией в лучшие годы. То есть, человек, который знает, как надо управлять. Извини, сказала хорошо именно женщина, и об этом тоже в эфире говорил, именно то же самое. Он тот человек, который, вопреки традиционным политикам, обещающим, он то, что он, собственно, вот повестка дня, какая у него была, то он ее и выполняет. Все. Где-то... Амазон, например, компания номер один в мире. Да. По общей популярности и ее пользу. Потому что они выполняют то, что они делают. Это один из ста заказов они могут пропустить. но потрясающий customer service. Ты можешь позвонить с живым человеком, разобраться, он тебе даст. Да, вот так. Это просто. Это личное внимание. Давай попробуем мы кого-то еще послушать. Если еще люди нас... Мы вас слушаем. Да, ну как же это получается? Вот пришел, наконец, человек, который разрушит это все. То, что существовало годами, десятилетиями и так далее по списку. Всех тех либералов, демократов, просто. Я не понимаю мысли этих людей. До сих пор все нормально. Один ведущий как бы пророчил тюрьмы, когда бама, со дня на день. И ничего, как-то выжили. И я не получил все-таки ответы по поводу Эйнштейна и Александра не помню еще. В какой степени почему так? Если кто-то что-то знает. Спасибо. Наверное, надо спросить у тех, кто был в курсе, потому что я знаю, Александр, не помню еще, это из Израиля журналист, который выходит со своей передачи на народной волне, но я не знаю, что там случилось. К сожалению, может быть, вам ответят потом уже после окончания нашего эфира, те, кто знает. Володя, поинтересуйся, пожалуйста. Обязательно. У нас два звонка еще. У нас еще звонки и мы попробуем их принять. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я не сначала слушал вашу передачу, потому что у меня было возможности. Хочу сказать, что вряд ли, конечно, раскрутиться, как желается по суду, чтобы каждый получил сколько он достоин, потому что при водам и при неприкасаемом нашим предыдущим много было завязано республиканцев, которые были в этой связке. Поэтому, если это все раскрутится, это, конечно, несет тоже большой удар и, наверное, это не будет. А по поводу истории, так сказать, это не на нашей советской памяти, а на предыдущие, если знать, Привудровичина, что творилось, что при FDR было, и чтоб было при джевке. Ведь там тоже, ведь, так сказать, прогрессивисты травили. всю основную массу и было все подчинено теле государства. Ну, конечно, эта зараза социализма, она начала распространяться со второй половины 19 века. В общем, она двигалась неостановимо, потому что это была обратная сторона технического прогресса, давшего совершенно неслыханный скачок и в богатстве, и в удобствах, и во всем остальном, многом другом. Ну, понимаете, возвращаясь к нашим сегодняшним дням, я думаю, ну, много думать звучит очень многозначительно, но, как бы, есть два способа изменить мир. Есть способ покончить со злом, и есть способ приумножить добро. И американский способ был, как бы, к нему не относиться, он был в плане, больше склонялся к тому, чтобы приумножить добро. Начиная от материального благосостояния и кончая многими другими вещами, которые вот для нас, живших за пределами США, были просто вот жизнеобразующими моментами. Фильмы, книги, там, Селенджер, Ваннигут, как бы, сейчас, может быть, отношение изменилось с чем-то из этого всего, но это сложило нас такими, какими мы есть, и это продуктивность невероятно американская. Есть такая же духовная часть жизни, как для некоторых религия, для нас это все очень серьезно, и когда кто-то ограничивает и свободу слова, и производство всех этих вещей, это серьезный удар, потому что, как мы говорили вначале, мы хотим быть богатыми и того же всем желаем. У нас, Юра, у нас еще есть звонок, попробуем принять, если надо, дождаться. Мы вас слушаем. Слушаем вас радио, приглушите, пожалуйста. Слушаем. Алло? Мы вас слушаем. Если не трудно, радио приглушите, пожалуйста. Я дозвонился или нет? Вы дозвонились, но нужно приглушить радио, иначе мы радио слышим лучше, чем вас. Я готов говорить. Пожалуйста. Говорите. Здравствуйте. А вы ждете, ребята, ненавистников Трампа, да? Ну, не дождетесь. Это Владимир Гарсон и сам футболист. Не дождетесь никогда. Позвоните, я пока еще не понял. Ну, что вообще классное за последнюю неделю наш президент сделал? Freedom of speech в колледжах. Сегодня с Нитанияху, голландские высоты. Ну, это ж круто, а? А вообще, я вот смотрю сегодня радиоблог цесарского, вообще-то круто. Это я попал в свое Новогирево, в Москву 30-летней давности, 35-летней давности. Я бы с вами с удовольствием на кухне посидел и так. Понимаете, девчонки. Я не разумею их вообще. Класс. Ну, увидите, увидите. Большое уважение. В Нью-Йорке такие люди. У нас, ну, сам французский. В общем, я удивляюсь, как бы иммигранты 30-летней давности все же с Доп-Трампа. Я вообще не знаю. Ну, я знаю пару людей там, которые лет 40 назад приехали, которые выучили здесь. А они, как бы, немножко очень уже такие... Ну, в смысле, не консервативные. Потому что у меня опыт есть. Моя дочка, она 10 лет назад в Борхли закончила. Ну, человек очень консервативный по жизни, ну, как-то политика по барабану. И когда начинаешь говорить, ей что ни те не нравятся, ну, и ты не нравятся. Ну, не очень понимаю. Они потерянные поколения. Это приемлемая точка зрения, я считаю. Когда не нравятся ни те другие, но ты понимаешь, что в жизни для тебя важно, и что нельзя грабить следующие поколения для того, чтобы сегодня выплачивать деньги, там, в виде репараций за 300 лет недавности. Нет, ну, они же мозги не хотят просто включить, они ленивые. Какие репарации? Я очень уважаю черных, я вот звонил в пятницу, и как бы мы разговаривали, ну, я вспомнил про это движение Walk Away. Знаете такое? Да. Джюкзит. Как его назвали? Walk Away. По-моему, зовут Страта какой-то, Брэндон, по-моему, парень. Он гомосексуал, и он недавно от демократов перетянулся в республиканцы. Если вы наберете на YouTube Walk Away, очень интересно. Там... Ну, вот, Сергей сказал, что он не очень в это верит, но я вот смотрю, за пару недель они от 99 тысяч сабскрайберс, уже 105 у них тысяч. Да, но хорошо бы, если бы это подписывались туда именно демократы, которые задумались о том, что может быть им не место в партии, которая превратилась в ярко... Нет, там люди, которые говорят, почему они в демократической партии перешли в республиканскую. Очень интересно на черных смотреть. Для меня это очень важно. Извините, спасибо за ваш звонок. Я как бы включил мозги, свои ресурсы сделал, что-то посмотрел там, и я понимаю, что это расисты и демократы. Ну, дай бог, чтобы все это... Надеюсь, погибли. Спасибо, спасибо. Я думаю, что мы на правильном... Спасибо. Спасибо вам за звонок. Очень интересно. Спасибо за доброе слово. Мы уже идем к финишу. Я очень рад, что спустя некоторое время ты встретился со мной здесь, в Чикаго. Надеюсь, что увидимся и не раз. И также надеюсь, что нас, если захотят, послушают в том же Ютубе наши небольшие ролики, которые мы будем продолжать делать, дабы доносить свою точку зрения и дабы хотя бы этим немного помочь тем правильным шагам, которые вот... Ну, важна поддержка. Люди смотрят, бог даст, и они что-то понимают, что они не одни, если у них точка зрения близка к нашей. Это очень важно все. Я с удовольствием участвую, Игорь. Спасибо. В любое время. Спасибо. Да. И до новых встреч. Будь здоров. Всего доброго. До свидания. Спасибо. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова